Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сёстры. Честно говоря, я планировал, прежде всего, запустить видео на тему, касающуюся армянского выбора в названии так называемых своих, условно говоря, боевых организаций, которые они обозначили под словом ФИДАИ. Я хотел поговорить о том, почему они избрали именно данное название, почему армянство выбрало для своего народа столь радикальное, при этом не христианское течение, как ФИДАИ. Но произошло то, что произошло, я наткнулся на не менее, а возможно более интересную статью, на мой взгляд более интересную, связанную с выступлением такой личности представителя армянства, как Кургиняна. Статья-выступление, с которым я вас ознакомлю, разрушает в неочередной раз многочисленную ложь армянства. И с другой стороны, показывает все-таки нетерпимость данного представителя армянства ко всему мусульманскому, включая Иран. Да, включая Иран. Тот самый Иран. Союзник Армении. Друг Армении. О чем это я? Спросите вы. Что же это за выступление? Ну что ж, для этого я должен ознакомить вас с ссылкой, которую мне прислал один из моих подписчиков. Вот эта ссылка. Спасение Армении и Карабаха в союзе с Россией в новом СССР. Сергей Кургинян. Интересно, не так ли? Начиная свои размышления, Кургинян заявляет о низком пошибе, назовем так, нынешнего главы Армении, Пашиняна. Правда, старается смягчить одновременно на данную свою позицию, и что это сугубо его мнение. И что только армянскому народу выбирать, с кем он будет. Согласитесь, явная попытка уйти из-под удара за свои высказывания. Он по-своему восторгается Кочаряном, высказывая о Кочаряне как о сильном лидере. Но знаете, в дальнейшем он явно начинает противоречить сам себе. То есть, половину статьи, посвятив Кочаряну, говоря о его превосходстве над Пашиняном, сравнивая Пашиняна с Зеленским, хотя, в общем-то, Зеленского я не считаю слабым, по сравнению ее с Кургиняном. А вот в отношении Пашиняна я согласен, он намного слабее всех из ныне действующих на постсоветском пространстве лидеров. Но, опять-таки, под конец своей статьи, все же Кургинян заявляет следующее, что он, грубо говоря, крайне сильно переживал в 80-е годы за то, что происходило на постсоветском пространстве. Вот давайте прочтемте. Для начала вот эту часть. Армения занимала в этой империи очень серьезное место. Империя очень много дала Армении, имеется в виду Россия. Империя дала всем ее составляющим возможность развиваться бурно. Любое участие в распаде империи для меня есть тяжелейший грех. Так, подождите, а Кочарян ведь участвовал именно в расшатывании Советского Союза, то есть империи. Так как же можно считать его какой-либо легендарной личностью? Если Кургинян выступал за целостность Советского Союза, то Кочарян для него должен был быть кровным врагом, кровником. Не так ли? Тяжелый грех, очень тяжелый. Армения в этом участвовала соответствующим способом. А каким именно? Разве не Мияцумом? И для меня это большое горе. Я переживал это горе в конце 80-х годов. Я переживаю его до настоящего момента. Интересно. Так что же он в открытую и не выступал в Москве против Мияцумщиков? Он молчал. Возможно и были ли периодически некие всплески правды. Но это было крайне редко. Я считаю распад империи колоссальной ошибкой. Входивших в нее народов. Всех. Обратите внимание, как он старается обелить все-таки армянство. А ведь не секрет ни для кого, что именно вот эта идея Мияцума исподвигла к разрушению Советского Союза. Именно в нашем регионе произошла первая, в общем-то, массовая кровь. Я сейчас не буду показывать выступление Кургиняна, где он четко говорил, что события Сумгаита были произведены за счет представителей спецслужб. Правда, опять-таки, говоря о спецслужбах, он не говорит, что в качестве спецслужб участвовали, опять-таки, представители почему-то армянства. Надеюсь, мне не надо объяснять, о ком я говорю. И еще, что меня всегда смущало. Вроде бы, являясь таким борцом за правду, он никогда не произносил того, что происходило в Гугарке. Он не высказал своего мнения в отношении недавнего признания одного из героев Карабаха в отношении того, что первую официальную кровь пролило именно армянство, в Аскеране. Он не высказывает своего мнения касательно этих событий. Интересно, почему? Я не буду зачитывать вам всю данную статью, она не маленькая. Я вынужден в неочередной раз сказать свой данный абзац, который я произношу, когда статьи действительно бывают обширными. Что же еще меня заинтересовало, спросите вы, в данной статье? В данной статье крайне много, как я сказал, интересных фрагментов. Вот, самое, возможно, важное, важное свидетельство, важная правда, о которой заявляет Кургинян. Давайте почитаем, давайте почитаем вот эту часть, отдельно о Карабахе. В момент, когда карабахцы, реагируя на сумгаитские погромы, он, правда, ничего не говорит, что до сумгаита было. И прочие начали говорить о своем отделении. Подождите, об отделении в Карабахе начали говорить только после сумгаита? А как же академик Агамбекян? Здесь немножко данный политолог явно перемудрил. Я реагировал на это очень болезненно. Я понимал, что это запуск разрушения империи. И в конечном итоге это будет уничтожением самого Карабаха. Подождите, то есть он не хотел отделения Карабаха от Азербайджана? Это интересно. Я предупреждал об этом сразу. Я предупреждал, что те мерзавцы, вот это крайне интересно, которые эту кашу заварили, в итоге сдадут Карабах. То есть, те мерзавцы, под словом мерзавцы выходит, автор имеет в виду Сержа Саркисяна, Кочаряна, Ливона Терпетросяна, потому что по-любому Ливон Терпетросян в этом поучаствовал, хотя потом, скажем так, под конец своего правления успел понять всю угрозу, весь ужас, содеянный им, но было уже поздно. Крайне важные слова Кургинян называет миоцумщиков мерзавцами. И это, говорит Армянин, и далеко не рядовой. Но знаете, когда все это начиналось, его высказывания были слишком тихими. Он ничего не говорил, когда данную проблему поднимал Илюхин и прочее. Генерал Рохлин, он молчал. Во всяком случае, его слова были крайне тихими. Не так ли? Несмотря на это, вот это высказывание, на мой взгляд, крайне важное. Ну что ж, дорогие друзья, на этом я, пожалуй, закончу данное свое видео. Еще раз хочу сказать, что следующее видео будет посвящено фидаинам. И то, почему армянство выбрало именно фидаинов. В качестве, скажем так, рулевых для своих, для своей так называемой армии. Ну что ж, теперь уже точно все. Не забудьте подписаться на канал. Те, кто подписаны, не забудьте проверять подписку, так как подписки иногда слетают. Пишите комментарии, ставьте лайки и дизлайки, нажимайте на колокольчик, делитесь ссылками на мои видео и на мой канал. Мне было бы это крайне приятно. Всем до свидания, всем пока, всегда ваш Сеидов Камран. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok